Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами и специалистами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какую ответственность несут работодатели за здоровье своих сотрудников во время эпидемии? Представители каких профессий должны вакцинироваться от коронавируса? Как обеспечить профилактику массовых заболеваний на предприятии? В нашей студии Татьяна Безрукова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области, и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Татьяна Валерьевна, Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Рад вас видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы живем сейчас в период массовых заболеваний, так получилось, и когда-то мы об этом не задумывались, сейчас задумываются все чаще. Вот в этой ситуации, даже если сейчас говорить не только о коронавирусе, какую ответственность несут работодатели за здоровье своих сотрудников именно во время эпидемии массовых заболеваний? Ну, начнем с того, что мы с вами очень часто, и в том числе в контексте данной передачи, говорим о ответственности в соответствии с трудовым законодательством, но при всем при этом не следует забывать еще о ответственности за санитарные законодательства. У нас есть 52-й федеральный закон о санитарно-эпидемическом благополучии населения, соответствии с которыми все и должностные, и юридические, и физические лица должны соблюдать требования санитарного законодательства. Это санитарные правила, санитарные нормы. В контексте того, о чем вы сказали, это пандемия, коронавирусная инфекция, довольно много нормативно-правых документов издавалось различными органами. Это и органы исполнительной власти, и представители Роспотребнадзора, и Минтруд Российской Федерации, и региональные тоже, собственно говоря, и муниципальные органы издавали довольно много нормативно-правых документов, которые являются обязательным для исполнения. Эти документы в обязательном порядке работодателям необходимо учитывать при разработке в том числе своих локальных документов, в том числе и по охране труда. В частности, там идут рекомендации по сохранению масочного режима, по наличию различных, собственно говоря, графиков работы, изменений в графиках работы в соответствии с пандемией. В частности, мы можем в данном случае говорить о лицах старше 65 лет, труд которых у нас ограничивается. Ну и, кроме того, нельзя забывать о санитайзерах, то есть обработках в том числе и рук, в том числе и поверхностей рабочих мест. Все эти требования в обязательном порядке соблюдать работодатель, нужно и учитывать, конечно же. Татьяна Владимировна, вот вы что скажете? Ну, я хочу сказать все, что касается иммунопрофилактики против коронавирусной инфекции. Значит, на сегодняшний день иммунизация против ковида внесена в национальный календарь профпривек по эпидемическим показаниям. Значит, есть перечень специальностей, и лица, работающие по этим специальностям, должны быть привиты. Обязательность иммунизации по национальному календарю, по эпидемическим показаниям, вводится постановлением главного государственного санитарного врача. На сегодняшний день иммунизация против коронавирусной инфекции носит только добровольный характер. Ну, это вот как бы, если говорить именно о ситуации с коронавирусом, а вот если говорить в целом об ответственности работодателей за работников во время любого массового заболевания, например, грипп там начался в стране, такое тоже бывает, к сожалению. Но, опять же, грипп у нас внесен национальный календарь профпрививок, вот, и иммунизация проводится обязательно, это уже просто национальный календарь, а не по эпид показаниям. И проведение профпрививок проводится ежегодно, но каждый гражданин имеет право отказа от профпрививок, и преследование по этому отказу невозможно. Я сейчас предлагаю, знаете, давайте тогда посмотрим сюжет, и затем мы продолжим нашу беседу как раз вот на основе того сюжета, который видим. В Самарские больницы поступила новая вакцина от коронавируса – Кови-Вак. Она разработана в научно-исследовательском центре имени Чумакова и стала третьей вакциной, доступной для самарцев, наряду со спутником ВИ и эпи-Вак-короной. Вакцинация переносится удовлетворительно, осложнений, тяжелых осложнений ни у одного пациента не выявлено, и мы видим в наличии формирование уже иммунитета, то есть иммунного ответа. Для получения рекомендаций о выборе вакцины необходимо обратиться к лечащему врачу в свою поликлинику, поскольку у каждой вакцины есть инструкции и показания, противопоказания, которые учитывает врач при осмотре пациента, оценке его состояния здоровья. Как отмечают специалисты, все вакцины эффективны, надежны и безопасны. Самарцандрий Соловов и Ксения Сбицкая для себя выбрали вакцину Кови-Вак. Это же не первая прививка в моей жизни, поэтому раз говорят надо, значит надо. Надо идти прививаться. Так-то все равно прививаться надо. Я давно планировала привиться. Многие дети и взрослое население болеют коронавирусной инфекцией и до сих пор болеют. И я бы планировала изначально прививаться. Но так как у меня были титры и прошло уже 6 месяцев, я пришла сегодня привиться. Записаться на прививку может любой желающий старше 18 лет. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии 122 или обратиться в регистратуру больницы, за которой пациент закреплен. Кроме того, в Самаре в круглосуточном режиме без выходных работает кабинет прививок. Он расположен по адресу Мичурина, 125. Снизить распространение коронавируса поможет коллективный иммунитет. Он возникнет, если около 60% населения сделает прививку. Сейчас в регионе привились уже более 278 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию свыше 184 тысяч. Продолжение следует... Это право выбирать и решать самому. С другой стороны, бывают такие профессиональные ситуации, когда вот ну надо, вот что делать? Нашим работодателям необходимо помнить о том, что помимо несчастных случаев, есть еще и случаи профессиональных заболеваний. То есть, когда работник получает заболевание, находясь, ну или непосредственно при ситуации, которая непосредственно связана с его исполнением трудовых обязанностей. Эти профессиональные заболевания расследуются, есть специальный порядок расследования. Расследуются это органами Роспотребнадзора и та же самая коронавирусная инфекция, заболевание коронавирусной инфекцией тоже, собственно говоря, может войти в этот самый перечень оснований для того, чтобы расследование и, собственно говоря, трактование данного заболевания как именно как профессиональное заболевание на рабочем месте. Конечно, мы сейчас с вами понимаем, что в большей своей части это будет распространяться на медицинских работников, особенно тех, которые работают именно в красной зоне, но опять-таки не исключаются и другие случаи, которые тоже, возможно, имеют место быть. — Так вот тогда что делать? — Это проводить вакцинацию и выясняет, что не все сотрудники готовы, то есть есть сомневающиеся, а заставить он не может. Итак, вот что делать? — Здесь должно действовать только убеждение, никаких насильных методов быть не должно. Иммунизация только добровольная против коронавирусной инфекции. — То есть профессий, где вакцинация обязательно, на самом деле у нас не существует, потому что, ну вот, Дмитрий Владимирович сказал, что есть профессии, ну, особого риска, допустим, доктор, который работает в красной зоне, который каждый день общается с людьми больными и в острой стадии больными. — И, соответственно, вот в этой ситуации, вот тогда тоже такая же вот история, на самом деле, получается. — Здесь получается, если человек отказывается от прививки, именно человек, который выполняет определенные функции по определенной профессии, то работодатель должен отстранить его от исполнения его обязанности. Вот. Но заставить привитие он не может. — А, вот так вот. То есть, значит, я как работодатель имею право человека отстранить от исполнения обязанностей, потому что я иначе потом, как работодатель, ну, во-первых, я получу больного сотрудника, это, ну, с такой этической точки зрения, ну, нехорошо, я все-таки несу за него ответственность. Хотя это вот такой, ну, патерналистский такой несколько подход, как бы, ну, он сам взрослый человек, но, с другой стороны, и проблемы у меня могут возникнуть, потому что потом меня же могут наказать за то, что мой сотрудник заболел. Соответственно, я имею право его временно отстранить. — Отстранить, да. — На то время, когда… Мы сейчас ведь говорим не только о ковиде, это может быть и грипп, и там… — Нет, мы сейчас говорим только о ковиде. — Только о ковиде. — Да, потому что все, что касается других прививок против других инфекций. — Да, они уже входят, значит, в национальный календарь и в календарь профпрививок по эпидпоказаниям, но они оговорены в постановлениях главного государственного врача. И 825-е постановление, в котором есть перечень именно специальностей с повышенным риском заражения инфекционными заболеваниями. Вот по 825-му постановлению лица, которые входят в него, должны быть привиты при отсутствии, или отстраняются от работы, или им отказывают в приеме на работу. — Сейчас вот, ну, на вскидку, наверное, это врачи, как правило, чаще всего входят в такой список. — И вахтовый работник, который у нас… — А, учителя, вахтовый работник. — Да, вахтовый работник, который, собственно говоря, в потенциально опасных местах находится. Это те же самые лесники, которые у нас ходят по лесам, и там вероятность энцефалита, получения клещевого энцефалита. И различные, ну, перечни этих заболеваний самые широкие, то есть их довольно-таки много. Если сейчас все перечислять, то нашей передачи, к сожалению, не хватит. — Ну да. — Да. — Уважаемые гости, ну вот, а если произошла такая ситуация, и работник заболел по, ну, получается так, в какой-то степени по вине работодателя, то есть он не привелся, какую ответственность несет работодатель? — В соответствии с 212 статьей Трудового кодекса, каждый работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда. Если у нас с вами работник заболевает, то есть мы потенциально… Ну, опять, если эта ситуация действительно связана была, и органы Роспотребнадзора… — Да, причинно-следственная связь есть. — Да, причинно-следственная связь. Это необычный грипп сезонный, которым человек просто может заболеть где угодно на транспорте. Если есть причинно-следственная связь, если органы Роспотребнадзора устанавливают данную причинно-следственную связь, то тогда, соответственно, мы можем квалифицировать, что работодатели не в полной мере, соответственно, обеспечивают требования трудового, в том числе и санитарного, и трудового законодательства. Но, опять-таки, каждая конкретная ситуация будет оцениваться, в том числе и органами Роспотребнадзора, и государственная инспекция труда будет отслеживаться и рассматриваться в контексте произошедшего. То есть мы не можем однозначно говорить, что ответственность будет именно такая или другая. Каждая конкретная ситуация будет рассматриваться отдельно. Я предлагаю сейчас сделать паузу Давайте посмотрим еще один сюжет Он касается той темы, которую вы уже касались Энцефалита И затем продолжим нашу беседу Потому что на самом деле это тоже одно из массовых заболеваний К сожалению Дана Чернова живет у сквера Шанхай уже много лет Каждый день гуляет здесь со своей собакой Кантом Об акарицидной обработке парков и скверов от клещей знает И вместе с тем в весеннее время Особенно тщательно следит за безопасностью Как своей, так и своего питомца Канту дает специальные таблетки Которые предохраняют от энцефалита И после каждой прогулки проверяет себя и собаку На наличие клещей Стараемся в лес в это время не выезжать Но в парке гуляя, конечно, не хотелось бы Поймать клеща буквально в городе Хотелось бы, конечно, гулять свободно, спокойно Чтобы у нас не было никаких страхов По поводу возможности заражения Обработка скверов и парков А также других общественных пространств И крупных транспортных развязок от клещей Мышевидных грузунов проводится ежегодно Территорию площадью более 200 гектаров Дезинфицируют специальными препаратами Они при соблюдении определенных мер Безопасны для жителей и их питомцев Обрабатывают траву, деревья и дорожки Во время дождя работы прекращаются И возобновляются при первой же возможности Все работы и по коррецидной обработке И по тертизации Начинаются с обследования территории Предварительного зоологического То есть специалист проходит территорию сквера И выявляет наличие или отсутствие клещей Либо мышей Соответственно контроль качества заключается В повторном осмотре С выявлением данных признаков Если особи вредителей Переносчиков опасных заболеваний Геморрагической лихорадки Бруцеллеза, клещевого энцефалита Будут обнаружены вновь, то территорию обрабатывают еще раз Понимаете, это такая застройка домов То есть в принципе априори Тут клещу неоткуда взяться Да, это профилактика После обработки флагометром Проверяется контроль качества И на один километр Не должно превышать 0,5 особей клеща А коррецидная обработка от клещей Уже прошла в скверах Самарского района И завершается в Ленинском Итак, уважаемые гости Еще одна сезонная регулярная проблема Это клещи Вот та замечательная женщина Которую мы сейчас видели в сюжете Она осторожна Она следит за собой Она следит за своим животным Но она сама сказала Что она гуляет, как правило, в парке Парки у нас обрабатываются В этом году клещи раньше активизировались И вот если сотрудник работает на улице Что делать? Работодатель обязан решать эту проблему Предусматривать вот этот риск Решения этого вопроса? Если мы говорим с точки зрения работодателя То в обязательном порядке он должен эту проблему решать Если работы предусматривают опасное заражение Укуса клеща, заражение энцефалитом в том числе То, соответственно, должны приниматься сотрудники Которые либо уже имеют вакцинацию От клещевого энцефалита Либо, собственно говоря, работодатель должен обеспечить такую возможность Не забываем также еще о том Что данные сотрудники должны иметь Специальные средства индивидуальной защиты У нас имеют специальные костюмы Антиклещевые специальные костюмы Специальная одежда Это тот минимум во всяком случае Ну и, конечно, не забываем о том Что сотрудникам необходимо, конечно, проводить Целевые инструктажи Где напоминать им о такой опасности заражения, укуса Вот вы сказали о том, что существует прививка Я правильно понимаю? Потому что вот я, например, об этом, честно сказать Слышу впервые вот к своему стыду То есть я не знал, что оказывается Эту проблему, если ты, ну, часто бываешь в лесу Можно решить таким радикальным способом И уже резков-то меньше будет Да Как раз прививка против клещевого энцефалита Внесена в национальный календарь профпрививок По предпоказаниям И о проведении данной прививки Работодатель должен позаботиться заранее Потому что планирование профилактических прививок В общем-то проводится Начиная с октября Октябрь, ноябрь, декабрь Вот поэтому в октябре месяце Работодатель должен предоставить Списки сотрудников, которые подлежат иммунизации Лечебно-профилактическое учреждение По месту дислокации Вот, далее они По списку сотрудники Вносятся в план профпрививок На них заказывается Вакцина И далее они приглашаются Уже по получению вакцины Приглашаются на иммунизацию Иммунизация Проводится в два этапа Значит, лучше всего иммунизацию Начинать Первое введение Октябрь-ноябрь Вернее, ноябрь-декабрь Вот И заканчивать не позднее Чем конец апреля Вот Вообще Есть такой стандарт Что иммунизация Последняя иммунизация Последнее введение Должно быть проведено Не позднее, чем за две недели До выхода в очаг Эндемический То есть там, где можно получить клеща Да, да Люди, значит Не работающие По специальностям Где есть угроза Заражения именно клещевым энцефалитом Могут также добровольно Обращаться в лечебные учреждения Также в эти же периоды Когда идет планирование Профпрививок И они вносятся в списки И также приглашаются на иммунизацию Вот в этом году В общем-то Привито большое количество Людей Вот Прививаются и детки Прививаются и взрослые Значит Проводить можно еще и экстренную профилактику Это что такое? Экстренную иммунизацию Если, например, человек узнает Что вот он выезжает в эндемичную зону Вот где риски есть Да, где есть риски Значит Он Также подает заявку Его также прививают Но здесь немножко сдвигаются Сроки иммунизации Ну то есть Это как бы в любом случае Если его, не дай бог, кусает клещ И он, не дай бог, энцефалитный То, соответственно Риски того, что заболевание будет Или заболевание будет в тяжелой форме Оно сразу снижается Да, да И как раз вакцинация защищает От летальных исходов И от всех От возможных рисков Во-первых, уменьшение рисков Уменьшение Инвалидизации Потому что Как раз Вирусный клещевой энцефалит Характерен тем Что Большой процент инвалидизации Ну то есть люди становятся инвалидами По-русски говоря А, кстати, сколько вот Времени потом работает Вот эта замечательная прививка Которую вы сейчас сказали Потому что Ну людям надо знать На самом деле Что это есть Если человек привит Двухкратно То очередная ревакцинация Через три года Через три года То есть один раз Сделал вот эту прививку И на три года Ты забыл об этой проблеме Ну, естественно Не надо там ходить В лесу в одних трусах Но, тем не менее При достаточной степени Там осторожности Это можно жить Совершенно спокойно И понимать Что вот эта проблема Тебя минует А она бесплатная Или платная Бесплатная То есть если я Как физлицо Вот, допустим Захочу прийти привиться Я в рамках полиса ОМС Могу прийти Попросить Вы изъявляете желание Высказываете свое желание Сначала это желание Вы высказываете Участковому доктору Участковый доктор Уже вносит вас В план прививок Замечательно Вы приходите и прививаете Вы знаете, я сейчас О чем подумала Мы действительно, может быть До конца не осознаем Те возможности Которые нам даются В плане защиты себя Своего здоровья Здоровья своих близких Потому что Ну вот Капля предосторожности Стоит рек лекарств Это вот старая Китайская пословица Которую надо всегда Не забывать Еще одна проблема Это бешеные животные Она тоже актуальна К сожалению Ну победить Наверное Ее до конца Невозможно И вот Если говорить об этом Как должен работодатель Заботиться о своем работнике Если есть риски Что он встретит То или иное животное Если мы говорим Опять о работодателе То мы должны понимать Что укус Бешеного животного Это опять Форт-мажорное обстоятельство Конечно Оградиться вот От этого факта Мы не можем Но при всем при этом Мы должны Работникам Всякий раз Напоминать У нас неоднократно Бывают случаи Несчастные случаи На производстве Это когда Работники идут На субботники Когда они выезжают На День здоровья Опять организованные Работодатели В том числе В эти моменты У нас работодатели Расслабляются И забывают о том Что требования охраны труда Будут распространяться В полной мере На этих собственно говоря Работников Поэтому В обязательном порядке Проводим Целевой инструктаж В обязательном порядке Напоминаем О том Что любые контакты С дикими животными Любые контакты С насекомыми Тоже опять Не забываем о том Что любое насекомое Хоть оно конечно И не бешеное Но в любом случае Факты аллергических реакций У нас тоже Вполне себе могут быть Поэтому Целевой инструктаж В обязательном порядке Проводим Аптечка При проведении Мероприятий На открытом воздухе В том числе Должна быть в обязательном порядке, уж перевязочный материал, антисептики в этой составе аптечки, они у нас есть. Вот хотя бы вот эти минимальные требования работодатели должны в обязательном порядке соблюдать. Татьяна Владимировна, вот вы как специалист скажите, как отличить больное животное от здорового и что делать, если, не дай бог, укусило животное, ну, такое подозрительное? Ну, значит, бешенство у животных, оно немножко отличается у разных видов. Я расскажу, например, про бешенство у собак. Но, значит, инкубационный период заболевания протекает в три этапа. У животного? Да, у собаки. Вот. Первый этап – это когда изменяется поведение в сторону застенчивости животного, пугливости, оно начинает прятаться, а может, наоборот, становится очень ласковым. То есть такая няшная собачка? Да, да, няшная. Такая добрая? И как раз эта няшная собачка уже в этот период, например, может ослюнить, а ослюнение грозит точно так же, как и укус, грозит заражением. Даже так? Да. То есть она просто полежит руку? Да. А дальше? Да, как раз вот бешенство передается и при ослюнении, и при оцарапывании, и при укусе. Вот это надо понимать. Так, дальше продолжаем. Дальше. Второй этап. Второй этап – это когда изменения в поведении уже становятся более очевидными, и наступает период возбуждения, когда появляется неадекватное поведение в питании. Собака может, например, поедать палки, камни, начинается слюнотечение. Потом постепенно приходит паралич глотания, когда человек видит, что она перестает глотать, отказывается от питания, от пищи. И, наконец, третий этап – это этап параличей. Ну, то есть когда животное практически уже не двигается. Да. Животное не движется, но оно опять может кусать, может ослюнить, может оцарапать. И люди, ухаживающие за таким странным животным, когда на первом этапе за ласковым животным, они как раз вот угрожаем. Все эти риски. Да. Какие животные могут болеть и, соответственно, заразить человека бешенством? Потому что, ну вот, мы традиционно знаем собаки и лисы. А что еще? Кто еще это может быть? Ну, это такие дикие животные, значит, как просто дикие кошки, рыси, летучие мыши, ежи и грызуны. То есть летучий ежик, вот этот ласковый ежик, на самом деле, тоже может болеть бешенством и тоже может ослюнить, как вы говорите, либо укусить, оцарапать и так далее. Кроме того, я перебью еще, и сельскохозяйственное животное. То есть лошадь, корова. Да, лошадь, корова. Которую, не дай бог, кто-то укусил или оцарапал, она тоже может быть больна. Да, и домашнее животное, кошки, собаки. Ну, домашнее животное, домашнее кошки, кошки, собаки. Вот кратко, если произошел укус, что делать, что вы советуете? Потому что, насколько я понимаю, там, на самом деле, это очень опасно, очень страшно. Если произошел укус, то человек, независимо от того, близко или далеко он находится от лечебного учреждения, в первую очередь должен помнить, да, что обращение в лечебное учреждение обязательно. Потому что летальность при укусах, и если возникает уже заболевание, как бешенство, 100%. И лечение при возникновении заболевания уже отсутствует. Поэтому нужна профилактика. После укуса надо сразу начинать делать профилактику, иначе потом шансов нет. Профилактика первая, ее можно начинать до укусов. Ну, чтобы не было укуса с ввода. То, что вакцинация, да. А, кстати, да, вакцинация от бешенства тоже есть. Да. Вот. Если вы уже укушены, значит, первое, что нужно сделать, в течение 15 минут промывания мыльным раствором вместо укуса под проточной водой. Вот, затем обработка перекисью, затем обработка вокруг раны или царапины, или вот место ослюнения 5% раствором йода. И обязательно обращение в лечебное учреждение, где уже будет принята тактика, что нужно делать. К врачам и так далее. Да. Вот вы сказали, что есть вакцина. Вот давайте о ней скажем, вот прям кратко, чтобы люди тоже понимали, потому что если есть риски, я всегда считаю, что их надо предотвращать. Вакцинация проводится также лиц отдельных специальностей по эпидемиологическим показаниям. Вот. Вакцинация может быть проведена и граждан по желанию. Вот. Опять обращение для того, чтобы внесли в план профпрививок, должен быть в октябрь-ноябрь месяц. Вот. Вакцинацию проводят в лечебных учреждениях по месту жительства. Она бесплатная? Вот. То, что касается уже укушенных, здесь тактика принимается в зависимости от места укуса. Потому что в зависимости от места укуса клиника может наступать раньше или позже. И инкубационный период точно так же может растягиваться, а может сокращаться до нескольких дней. Поэтому очень опасны укусы, например, в область головы, лица, шеи, верхних конечностей. Вот. Немножко увеличивается инкубационный период при укусе в нижней оконечности. Ну вот, чтобы ничего этого не было, поэтому нужно людям советовать быть осторожными. А, и если есть такие, ну, серьезные риски, ты понимаешь, что эти риски есть, то лучше делать прививки. Лучше делать прививки и, опять же, осторожность в поведении с животными. Беспризорные животные, осторожность. Животные очень ласковые, дикие, для которых не характерна ласковость. Которые не должны быть ласковыми. Да, они боятся человека. Это для них, в общем-то, характерно. А когда, например, лиса становится ласковой и выходит к человеку, это уже особенность поведения. И здесь нужно 45 раз подумать, стоит ли протянуть руку для того, чтобы погладить, для того, чтобы взять на руки или просто покормить. А лучше отойти назад. Лучше, да. Ну что ж, спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь через месяц и обсудим перспективы развития рынка труда, ну и перспективы, скажем так, безопасности на этом самом рынке труда. В нашей студии были Татьяна Безрукова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области. И Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин